Она же сорвалась. Да, и его выводите американские вблизи. Барк, через финансы. Барк, я все понимаю, я все понимаю, ты там с Богом не поговорил, сам не выводит. Так, коллеги, всем доброе утро, с вами Китфинансброкер, меня зовут Дмитрий Шагардин. И, как всегда, в это время мы с вами проводим утренний видеобрифинг эспрессо с тем, чтобы обсудить текучую ситуацию на глобальных финансовых рынках, сформировать наши ожидания на открытие торгов в Москве. С расписанием всех наших мероприятий вы можете ознакомиться на сайте broker.kf.ru, записи видеобрифингов выложены на нашем канале на YouTube и YouTube.com.broker.kf Сейчас я буду переходить к термину Блумберг. Пока подгружается рабочий стол. Напомню, что вы можете оставлять свои комментарии, вопросы в вкладочке чат. На панели инструментов, которые сейчас на ваших экранах появятся. Итак, американские рынки вчера завершили день около нулевых отметок. Бразильское борисово потеряло 0,1%. Европа чувствовала себя очень уверенно. По итогам закрытия дня прибавило 0,2%. Безусловно, среди европейских площадок вчера выделился российский рынок по индексу РТС, который прибавил вчера 5,2%. Очень мощное ралли случилось на российском рынке. Редкое. Достаточно такое событие, чтобы на такую величину раз наш рынок. Но, тем не менее, сейчас заявление политических лидеров имеет очень сильное значение для рынков. И, безусловно, эмоциональные покупки мы наблюдали вчера. Точнее, не эмоциональные покупки, а эмоциональное закрытие шартовых позиций. По-другому я не могу назвать тот резкий рост, который случился, собственно, это скорее действительно... Ну, конечно же, были и покупки, и, конечно же, шортокрыл тут сыграло свою роль оба этих фактора. Но, тем не менее, что имеем. 1240 пунктов по индексу РТС и минус 14% с начала года по нашему индикатору валютному. Сегодня с утра на азиатской сессии преобладает преимущество негативное настроение. Японский Никей теряет 0,3%, Гонконг теряет 0,2%, материковый Китай в плюсе, Южная Корея в плюсе на 0,3%, Австралия, Индия в минусе на 0,6%. Ну, в целом, динамика достаточно негативная по сегодня с утра по Азии. Если посмотреть на картину с начала года, то не могу не отметить тот факт, что, опять-таки, развивающиеся экономики, рынки, развивающиеся экономики в этом году среди азиатских стран также показывают очень сильное ралли, как и Бразилия мы видели на предыдущем экране. Здесь мы видим Индию, которая прибавила 30% с начала года. Здесь мы видим, ну, Южную Корею с натяжкой относить можно к развивающимся. Она уже вроде среди развитых, но не до конца, но тем не менее, плюс 5%, Гонконг плюс 8%, Индонезия плюс 26%, Новая Зеландия плюс 11%. В общем, такое вот достаточно мощное движение по развивающимся рынкам мы наблюдаем. Российский, как я уже сказал, минус 14% пока у нас. Геополитическое премие очень высокое в рынке, конечно же, но вот вчерашние события по доэскалации конфликта показали, что эту премию мы можем, этот вот разрыв между Россией и остальными развивающимися рынками можем очень резко сокращать. Так что будьте готовы. Ну, в целом, я повторю, наверное, свой месседж до конца года позитивный. В целом, я смотрю на то, что доэскалации все-таки будут наблюдаться на украинском фронте, и российские акции, безусловно, могут показать очень сильный ралли до конца года. Пока этот сценарий в силе, я не исключаю того, что случится серьезная коррекция уже после сентября месяца на глобальных финансовых рынках, касаемо там Америки особенно. Российский рынок, конечно, тоже тут в стороне не останется, но в целом, до конца года, думаю, что можно рынок российский покупать, не бояться и до конца года заработать то, чего не удалось заработать до сентября месяца. На сырьевых площадках ситуация тоже достаточно негативная сегодня с утра. Нефть бренд торгует с отметки 102,2, минус 0,6% с сегодняшнего утра. Динамика, конечно же, негативная. Как вы видите, этот минус в копилку перед открытием торгов в Москве. Фьючерс на американские индикаторы сейчас теряют 0,015%, ниже 2000 пунктов торгуют сентябрьские контракты. Британский FTSE 100, сентябрьские контракты торгуются с понижением на 0,1%, точнее на 0,04%. Но тоже динамика в целом негативная. И валютный рынок сегодня с утра говорит нам о том, что наблюдается некий спрос на валюты под названием американский доллар. И в целом наблюдается уход небольшой в американскую валюту. Не могу сказать, что сильное движение по доллару сегодня, но тем не менее, турецкая лира, канадские и австралийские доллары сегодня теряют из-за того, что цены снижаются на нефть. Евро в нуле. Российский рубль сейчас на индикаторной сессии в нуле стоит. Золото немножко подрастает. Ну, в целом, так, внешний фон перед открытием торгов в Москве я бы характеризовал как нейтрально, с небольшими нотками негатива. Конечно, немножко настораживает динамика не очень хорошая в ценах на нефть, но тем не менее, пока все стабильно, спокойно. Российский фактор все-таки больше подвержен сейчас различного рода геополитическим рискам. И новостям, поэтому мы тут несколько особняков будем стоять. Но открытие, думаю, будет достаточно спокойным. Так, банк Японии сегодня немножко расстроил рынок. И, судя по всему, объем программы количественных смягчений пока что не пересмотрен в сторону увеличения. Банк Японии ожидает, что... Ну, в общем, пока там никаких заявлений серьезных не было. Будем в 10.30 сегодня смотреть, что нам скажет господин Курода. Он через... буквально через полчаса выступит с речью. И, собственно, это расскажет нам, что же он думает по по поводу дальнейшей монетарной политики Банка Японии. От этого зависит очень сильный курс японской иены. И наша идея в этой японской иене... Мы тут активно делаем ставку на дальнейшее ослабление японской иены против американского доллара. Сегодня ключевые заседания состоятся в Европе. Банк Англии заседает в 15.00. Мы услышим с вами решение по монетарной политике Банка Англии. Здесь изменений никаких не ожидается. По проценту ставка 375 миллиардов программы выкупа активов. Тут никаких изменений нет. И, соответственно, ключевое событие сегодняшнего дня, безусловно, это заседание Европейского центрального банка. 15.45 будет озвучено решение по процентным ставкам, которые, как ожидается, не изменятся. Останутся на уровне 0,15% по ключевой ставке рефинансирования. По депозитной ставке останется на уровне минус 0,1%. Здесь никаких, как я уже сказал, особых изменений нет. Все ждут от Марио Драги конкретных шагов по запуску программы экономического стимулирования. Я думаю, что сегодня, если не запуск произойдет, то очень серьезные намеки на этот запуск состоятся. Поэтому, безусловно, это центральным событием. Сегодня будут все новостные ленты после 3 часов дня по Москве, там 4 часов дня, будут забиты сообщениями из еврозоны по монетарной политике. Поэтому все основное внимание сегодня направлено туда. В 16.15 будет озвучена статистика от ADP Employment, компания, которая отслеживает, американская компания, которая отслеживает динамику занятости в частном секторе США. 220 тысяч ожидают прирост новых рабочих мест в частном секторе. Данные по ADP выходят у нас в четверг. Значит, завтра, в пятницу, будет опубликована статистика по американскому рынку труда. За, соответственно, август месяц. Очень важные, безусловно, данные перед сентябрьским заседанием ФРС, которое 16.18 сентября состоится. Так что все внимание тоже и на данные под ADP. Данные по торговому балансу США сегодня будут в 16.30. Традиционная статистика по получениям по пособиям по безработице в 16.30 сегодня будет опубликована. И индекс деловой активности в секторе услуг композитный индикатор от компании Market Economics по малому и среднему бизнесу в секторе услуг США. Ну, собственно, и сам индекс, уже более важный, головной индекс ICM Non-Manufacturing, то есть индекс от менеджеров по закупкам в секторе услуг американской экономики в 18 часов по Москве будет опубликован. По России сегодня выйдет статистика по индексу потребительских цен. В годовом пересчете экономисты ожидают роста инфляции до отметки в 7,6%. Это, конечно, существенно выше прогнозов наших властей. Ну, в общем, тут пока с инфляцией тяжело бороться. Не исключаю ни в коем случае, что на ближайшем заседании, которое состоится 12 сентября, Банка России, еще разок нам пинка дадут повысить ставку ЦБ. Ну, я бы на этот сценарий отдал бы, наверное, сейчас процентов 30 вероятности. Думаю, что сейчас есть процент вероятности, что не изменится процентная ставка, потому что все-таки вроде тут с Украиной подуспокоилась ситуация. И так уже ставки достаточно высоки у ЦБ. И, собственно, что еще? Ну, ЦБ тоже тут не надо сейчас в текущих нехороших условиях сложных экономических и внешнеполитических, геополитических сильно на себя нагнетать гнева со стороны экономических властей, которые ругают ЦБ за то, что он ставки так сильно поднял при нулевых темпах экономического роста. Ну, в общем, очень интересная статья была у госпожи Едаевой. На днях, в ведомостях ее очень много, точнее, в социальных сетях и в прессе очень много обсуждали. Ее недавнюю статью по поводу монетарной политики Центрального банка России. На мой взгляд, очень интересная статья. Заслуживает безусловного внимания. Там очень хорошо раскрыто то, чего делает ЦБ и почему он так делает. Ну, идет перепалка сейчас у ЦБ с советником президента, в частности, с господином Глазьевым, который, напротив, очень сильно ругал Центральный банк в связи с последними действиями. Ну, то есть видно, что власти, собственно, пока не могут, власти правительства и Центробанк пока не могут выработать какую-то единую позицию по поводу того, куда им дальше двигаться и каким образом им двигаться совместно. Ну, в общем, интересно. Где эта статья у меня спрашивают в чате? Ну, напишите в гугле, в поисковике, либо в Яндексе, Юдаева, макроэкономическая политика. А еще напишите фразу «Вопросы экономики». Это тот, соответственно, журнал, где была опубликована эта статья. Ксения Юдаева о возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации. Вопросы экономики. Вот там эта статья вылезет. Плюс там же вылезет статья господина Глазьева, которая совершенно иную точку зрения имеет по отношению к тому, что делает ЦБ. В общем, очень интересная ситуация у нас тут внутри страны, и поэтому заслуживает внимания. Посмотрим, как себя будет вести ЦБ в ближайшее время. Такой будет экономический календарь на сегодняшний день. Кроме этого всего, сегодня начинается двуневный съезд НАТО. Будут обсуждать, безусловно, ситуацию, сложившуюся в Украине, и, собственно, будут обсуждать ситуацию с тем, как на это все дело реагировать. 15-го, точнее, 16-го, 17-го числа начнутся военные учения НАТО, ну, большинство стран НАТО, да, на территории Украины. Порядка 1100 военных с разных стран, в том числе с американской стороны, будут задействованы в этих учениях, как раз после экспирации на российском рынке. Такие вот вещи будут происходить у нас, не у нас, соответственно, в Украине. Ничего хорошего тут ждать, наверное, особо не стоит. Плюс не забывайте, что по осени еще парламентские выборы состоятся у нас в Украине. Это тоже будет лишним, таким негативным информационным фоном, потому что, как сказал Путин, правильно, на мой взгляд, сказал то, что украинские не чиновники, а кто там, те, кто хотят избираться, да, на высшие государственные посты, будут делать все, чтобы набрать себе политические очки, но, безусловно, за счет того, чтобы поливать грязью Россию и так далее, и так далее, и так далее. В общем, еще будет много чего негативного связано с Украиной в ближайшее время, но, тем не менее, важен сам факт того, что начался процесс деэскалации. Ну, приблизается зима, и тут рано или поздно все это закончится. Будем надеяться, что совсем скоро. Тем не менее, на текущих уровнях, даже на текущих уровнях, на мой взгляд, российский рынок по отдельным бумагам имеет, безусловно, перспективы роста, поэтому, в целом, я бы закладывался на позитивную динамику до конца года. Безусловно, будем проходить через коррекции, но, в целом, тренд сейчас, на мой взгляд, и в целом ситуация по российскому рынку будет улучшаться. Какое вывод, мое мнение. Базовый сценарий. На этом будем завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо за внимание, кто подключился. Через, соответственно, уже 5 минут откроются торги в Москве. Будем готовиться открываться. Если остались вопросы, задавайте в чате. Если вопросов нет, то буду с вами прощаться. И пожелаю всем удачных торгов. До свидания.